Добрый день дорогие друзья! В одном из прошлых видео мы обсуждали вопрос, для чего нужен кварцевый грунт. В данном случае он нанесен на стены. У нас подготовлена поверхность для нанесения мраморной штукатурки. Сейчас в этом видео хотел поподробнее рассказать немного теории особенностей нанесения мраморной штукатурки. В следующем видео уже будет практика, фрагмент работы. Поэтому, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. Видео будет интересным, полезным. Для начала хотел сказать, что когда мы грунтуем стены, то есть для чего это делается? Во-первых, еще раз повторюсь, это делается для того, чтобы была однородная поверхность. Потому что штукатурка наносится идеальный слой полторы фракции. Поэтому, если мы... То есть слой довольно-таки тонкий, потому что фракция у нас идет где-то от полмиллиметра до полтора миллиметра. Ну то есть где-то один миллиметр фракция. То есть полторы фракции, значит полтора миллиметра где-то слой у нас. Правильно? Вот. То есть мы должны выдерживать этот слой. Вот. Поэтому слой довольно-таки тонкий для размера фракции. Поэтому может подсыхать. Подсыхать, если тем более у нас плохо загрунтовано. Если у нас неоднородная поверхность. Например, где-то бетон, где-то гипс, где-то толстый слой штукатурки, где-то тонкий. Соответственно, она вся будет по-разному впитываться. Нам нужно сделать единую блокаду. Вот как раз вот этот грунт, про который я говорил, он незаменимый. Вот. Это первое. Второе. У нас должна быть поверхность однотонной. Особенно это касается темных оттенков мраморной штукатурки. То есть чем темнее оттенок, тем сложнее наносить. Если у вас будет белая подложка, то малейший какой-то недочет, все это будет бросаться в глаза. Где-то стена будет просвечиваться. Сами понимаете, полторы фракции. То есть если вы в одну фракцию нанесете, уже стена будет просвечиваться. То есть вам надо выдержать золотую середину. Как раз я это говорил относительно, как идеально шпаклевать стены без шлифовки. То есть вот как раз ваши навыки пригодятся в нанесении этой штукатурки. В полторы фракции. Не больше, не меньше. Больше нанесете, получится темное пятно. То есть оно будет отличаться. Вот я, уже у меня практика большая, вот именно в нанесении вот этой штукатурки. Уже километра, наверное. Вот, поэтому, если вы, там, в две фракции, в три, все, будет темное пятно. И оно на просвет будет заметно. То есть полторы фракции, все это идеальное слово. И еще, смотрите, для удобства сделано, почему этот грунт? Потому что он блокирует влагу, что у вас не впитывается. И вы видите, где толстый слой, она начинает немного скатываться. То есть это вам звоночек, чтобы убрать лишнюю штукатурку. То есть это дополнительная помощь. Потому что если вы будете наносить на обычную, зашпаклеванную стену, то у вас звоночков этих не будет. Она просто впитается, и этот толстый слой останется. Поэтому обязательно, то есть вот этот грунт, это обязательно. То есть именно вот для этой штукатурки. Я согласен, для других декоративок, может там где-то что-то можно обойтись. Но здесь финишное покрытие. То есть оно уже не будет краситься. Поэтому нужно над этим подумать. И еще смотрите, то есть чем темнее подложка, обязательно должна немного подложка быть отколирована. В данном случае, вот я в прошлые разы, прошлое видео заливал, у меня была серая подложка. Потому что был серый общий фон. Общий фон. Ну понятно, что там есть и черный, там и белая фракция, там и серая, там все вперемешку. Вот. Но общий фон такой средний, как бы серый был. То же самое здесь. Здесь в данном случае у меня бежевый какой-то оттенок. Поэтому немного такой бежевая тональность. Вот это хорошо видно по периметру. Там еще я не отвел кисточкой. То есть вот такой оттеночек. То есть обязательно должен быть немного отколирован он. Потому что и вдруг где-то что-то у вас будет просвечиваться. Обязательно, чтобы это сильно не бросалось в глаза. Да, материал такой минеральный. Где-то что-то он может играть. Могут даже какие-то участки быть. Например, скопление каких-то фракций. Допустим, там слюды. Или там мрамора. Ну то есть все, что в составе входит. Бывает, они какими-то участками скапливаются, когда мы мешаем. Вот поэтому есть, конечно, особенности именно финиша. Когда мы нанесем, все равно какие-то могут быть небольшие такие пятна. Но они больше уже будут относиться к особенности самой штукатурки, чем к некачественному нанесению. Вот еще такой момент. Мы должны обязательно вот такие места пройти. То есть вот я все загрунтовал, но видно все равно просвечивается. То есть отдельно пройдите эти места. Не дай бог их будет видно через штукатурку. То есть можно там кисточкой, губкой. Чтобы точечно. Точечно. Потом обязательно отведите периметр. В данном случае я тоже сейчас буду отводить. Вот. То есть периметр, если вот такая линия останется, она может быть заметна. Ну периметр по дверям, по окнам. Все это понятно. Вот. Следующий еще момент. Обязательно посмотрите на ведрах партии. То есть в данном случае давайте для наглядности вам покажу. Так. Вот идет номер 3-го, 11-го, 2020-го. Вот. Смотрим на крышки. У вас должно соответствовать. 3-й, 11-й, 2020-й. Вот. Если вдруг стоит другая партия, вы смотрите полностью все ведра. Вы соответственно их компонуете. Допустим на эту стену 2 ведра там. Смотрите по расходу. Вот. Пускай конечно запасом. Вот. Допустим там одно-два ведра другой партии. Куда вы их можете использовать? Вы можете использовать на какие-то маленькие простенки. Например вот как вот этот. Или на откосы. Но ни в коем случае не замешивайте их в общую, например, стену. Допустим на эту стену у вас 3 ведра идет. Ну к примеру. Вот. И вы берете например 2 ведра одной партии и одно ведро второй. У меня был случай. Одну партию наносил с другого ведра. Вот. Получался прям вот как я наносил вот такой след другого цвета. Поэтому эта практика это на самом деле очень большая проблема. Потому что стена была большая и нам пришлось оставить так. Хотя это очень сильно бросалось в глаза. Вот. Так что чтобы такого не повторить еще что можно сделать. Если допустим все ну никак больше не сделать обязательно нужно на эту стену нанести вот именно эти 3 ведра. 2 одной партии, а одну другой. Возьмите в большую емкость замешайте просто все это. Чтобы был один цвет. И обязательно от угла до угла чтобы у вас в одной тональности закончилось. Если уже вторая стена ее не будет видно. То есть по углу все это бликует как бы по-другому смотрится. Поэтому. То есть на стену обязательно одной партии. еще такой момент. Обязательно нужно разбавлять водой. В данном случае вот на 15 килограмм нужно 0,7 литра. Там написано желательно. Я говорю обязательно. Потому что если вы не разбавите у вас я как еще раз повторяюсь будет она подсыхать. А когда она подсыхает она начинает цепляться за шпатель начинает заворачиваться. потому что в составе входит полимер который прилипает к шпателю. Вот. Потом вам придется очень тяжело. Поверьте мне. То есть это практика. Обязательно разбавьте. Пускай он будет жидкий. Пускай он будет стекать. Там написано 15-20 минут вы можете его заглаживать. То есть вот вы нанесли всю стену. У вас время для заглаживания. То есть начинаете с этой стороны заглаживать. То есть где-то лишнее убираете. То есть соответственно корректируете. Где-то что-то у вас у него не доложили. Соответственно там докладывайте. Вот. Но обязательно нужно разбавить. Замешать. По-моему там совет давался замешивать если дрелью то на малых оборотах. Или по-моему даже ручное замешивание. Вот. Этот момент я не помню. Но я помню мы раньше еще в 2005 годах замешивали вручную. Потому что был совет что якобы миксером можешь разбить крошку. Она повреждается. Вот. А это получается деликатный замес. Вот. Но это уже мелочь. То есть в принципе на малых оборотах можно обычно миксером замешать. Так. Вот. То есть основные такие моменты. Ну а теперь далее буду наносить. Буду в режиме онлайн. Тоже еще некоторые советы скажу. Вот. При нанесении. Вот. Спасибо всем за просмотр.